В России генерала Ермолова считают одним из прославленных полководцев в истории страны. В начале карьеры он был подельником Суворова в Пражской резне, одном из самых жестоких эпизодов подавления польского восстания, и был награжден орденом Святого Георгия. Будущий генерал Ермолов хорошо усвоил варварские методы карателя Суворова. В дальнейшем, уже будучи главнокомандующим царскими войсками на Кавказе, он абсолютно по-зверски расправлялся со всеми, кто не хотел склонять головы под российское ярмо. Для кавказских народов и в особенности для черкесов это обернулось трагедией. Первая Кавказская война, самая продолжительная в истории России, закончилась 21 мая 1864 года. Она длилась, то разгораясь, то затухая, ровно 60 лет. Сопротивление адыгов было жестоко подавлено, а их территории вошли в состав Черноморской губернии, Кубанской и Терской областей. В наши дни, на протяжении двух последних десятилетий, адыги пытаются добиться от Российской Федерации признания геноцида, осуществленного Российской империей в ходе завоевания Черкесии. Но даже разговор об этом факте приводит в напряжение все научное и политическое сообщество России. Среди историков нет единого мнения относительно времени начала Кавказской войны. Одни берут за точку отсчета 1804 год, когда российские войска впервые ответили на чеченский набег карательной экспедицией. Другие – осень 1817 года, когда был сформирован отдельный Кавказский корпус в составе четырех дивизий и назначенный командующим Алексей Ермолов резко активизировал боевые действия. Генерал Ермолов был назначен фактическим царским наместником Кавказа. Он осудил политику своих предшественников, основанную на попытках достижения консенсуса с местными правителями мирным путем, переговорами, подкупом, уступками. План Ермолова был по-суворовски прост. Всячески задабривать мирных – тех, кто подчинялся российской оккупационной администрации, и не щадить всех, включая членов семьи, кто оказывал сопротивление. Кроме показательных публичных казней непокорных горцев, использовалось полное разрушение домов, в которых жили их семьи, а также уничтожение на корню выращенных урожаев немирных селений. На голод и холод, и как следствие на погибель, обрекались не только воины, сопротивлявшиеся русскому миру, но и их родственники, и даже односельчане. Вот один из образцов политики Ермолова, описанный им самим. Селение Большой Джигатуй имело до 600 дворов, и в нем был дом брата Аварского хана, довольно обширный. Все приказано истребить, кроме одной небольшой части селения, которую оставили в пользу пришедшим просить пощады жителей, которые, всего лишившись, должны были проводить зиму без пристанища. Наиболее коварным пунктом политики Ермолова было принуждение лояльных царизму горцев воевать против борцов за независимость Кавказа. Он воплощал в жизнь лозунг, сформулированный через столетия лидером большевиков, превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Всем владельцам, лежащих на правом берегу терека деревень, дано наставление не терпеть у себя вредных людей, не пропускать через земли своих хищников и выставить в известных местах караулы. Вместо Дани постановлено по наряду начальников высылать на службу людей с собственным вооружением и на своем содержании. Еще не было примера, чтобы кто заставить мог чеченцев употреблять оружие против своих единоземцев, но уже был сделан первый к тому шаг, и им внушено, что того всегда от них требовать будут. «Прекраснейшие земли, коими они пользуются, и боязнь с потерей их подвергнуться бедности, которую претерпевают непокорствующие, строго преследуемые, вынуждают со стороны их сие повиновение». Среди народов, не покоряющихся захватчикам, Ермолов особенно отмечал чеченцев и делал соответствующие выводы. Из рапорта Ермолова императору Александру I от 12 февраля 1819 года. Ниже по течению Терека живут чеченцы, самые злейшие из разбойников, нападающих на линию. Чечню можно справедливо назвать гнездом всех разбойников. Я видел много народов, но таких непокорных и неподдающихся, как чеченцы, на земле не существует, и путь к завоеванию Кавказа лежит через покорение чеченцев, а точнее, через полное их уничтожение. Горские народы, примером независимости своей в самых подданных вашего императорского величества, порождают дух мятежный и любовь к независимости. Не чурался Ермолов и традиционных средств российской колониальной политики – захвата заложников. Для устрашения непокорных горцев проводились зачистки аулов. Подобно зверствам российских карателей в селении Самашки, в 1995 году, в 1819 зачистке подверглось село Дадий Юрт. В те времена этот аул считался одним из крупнейших. Имелось более 200 дворов с высокими заборами из камня. Причиной выбора Ермоловым Дадий Юрта стало то, что жители селения были главнейшие из разбойников, и без их участия, как ближайших к линии, почти ни одно воровство и грабеж не происходили. Проведение карательной операции Ермолов поручил генерал-майору войска Донского Сысоеву. В его распоряжении было 6 пехотных рот, 700 казаков и 5 пушек. 14 сентября отряд подошел к селению и предложил местным жителям выселиться за Сунжу. На что они ответили отказом. Последовал штурм. Каждый дом превратился в крепость. Но стрелковое оружие небольшого количества горцев, около 400 воинов, уступало вооружению многочисленного отряда карателей, к тому же не стеснявшегося применять артиллерию. Сражение длилось целый день и закончилось полным уничтожением селения и его жителей. Вымолить пощаду удалось лишь некоторым женщинам и детям, около 140 человек. На следующий после штурма день 46 пленных чеченских девушек, не пожелавших подвергнуться надругательству озверевших карателей, бросились в реку во время переправы через телек, увлекая за собой конвой. В память о тех событиях с 2009 года, в 3 воскресенье сентября, в Чечне отмечается День чеченской женщины. Ради утверждения царской власти на Кавказе, Ермолов пошел на святотатство. Он собственноручно составил молитву за царя, которую повелел читать каждую пятницу и праздничные дни во всех мечетях и молитвенных домах Кавказа. Ермолов не учел, что между страхом перед земным владыкой и страхом Божиим верующий человек убоится Бога. Мусульмане Кавказа, подобно мученикам первых веков христианства, отказались поклониться императору. Вскоре молитву Ермолова отменили. Генерал Ермолов, несший Кавказу духовные скрепы русского мира, тем не менее был не прочь воспользоваться выгодными для него местными обычаями. Сей православный воитель никогда не был женат по канонам московского православия. У местных народов существовал обычай, брак по условиям которого мужчина, заплативший колым, брал женщину в жены на оговоренный срок. Дети от таких браков считались законными, но не имели прав наследования имущества родителей. Ермолов имел три таких жены и детей от них. 3 марта 1827 года Ермолов подал в вынужденную отставку. Царь Николай I отстранил генерала от управления Кавказом, по подозрению якобы участия в заговоре декабристов. С поста ушел Ермолов, но не его принципы. Николай I поумерил пыл карателей и немного ограничил репрессии. Но его сын, царь Александр II, зачистил Кавказ от непокорных черкесов и абхазов так, что и генерал Ермолов мог бы только позавидовать. Тем не менее, имя Алексея Ермолова стало нарицательным. Им горцы пугали своих детей. Ни нашествия завоевателей, ни природные катаклизмы, ни когда до той поры не обрушивались на кавказские народы настолько масштабными бедами, подобными геноциду во время той, первой русско-кавказской войны. И именно генерал Ермолов навсегда останется главным палачом и карателем, изменившим судьбу региона самым жестоким и несправедливым образом. Спасибо за внимание! Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, а также поддерживайте автора на платформе Patreon, где вы сможете получать дополнительный контент и смотреть видео до официальных премьер. Всем добра и здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова